Вы проработали недолго здесь на предприятии, сравнительно недолго. Успели ли обжиться здесь, как с коллективом отношения, как вообще сложились у вас здесь трудовые отношения и в общем коллектив? Ну, мне кажется, что достаточно быстро я влился в коллектив. Ну, и, наверное, первые, наверное, недели 3-4 была определенная адаптация, ну, потому что, во-первых, я думаю, что очень сложно людям, которые проработали всю жизнь, и те, которые старшего возраста, очень сложно, чтобы, ну, в моральном плане ими руководил человек, которому там, ну, 25 лет. Это, я думаю, был очень такой сложный момент. И я, ну, как бы чувствовал это все, вот, но, думаю, на данном этапе, ну, этих проблем нету. И, я думаю, после месяца работы абсолютно никаких проблем не было. Просто... Отношения в коллективе, как у вас сейчас складываются с рабочим персоналом? Абсолютно нормальные рабочие отношения, вот. Вот, я думаю, что даже было бы более правильно спросить у коллектива, вот. Но, поверьте мне, я себя абсолютно, ну, комфортно здесь чувствовал, чувствую. И, честно сказать, я всегда говорил уже не раз, что предприятие работает и держится. И самое главное достояние этого коллектива – это то, что здесь предприятие, что здесь очень хороший коллектив. Тут очень много людей, особенно инженерно-технический персонал, которые практически проработали с основания предприятия. Это тоже очень важный фактор. И поэтому коллектив абсолютно здоровый. И еще раз говорю о том, что самое главное достояние этого предприятия – это его коллектив. Сегодня Вы работаете последний день. Какие чувства у Вас и эмоции связаны вот с этим? С каким чувством Вы отсюда уйдете? Ну, честно говоря, кошки скрипут на душе. Вот, но чувства неоднозначные. Сейчас очень тяжело сказать, потому что, ну, понятно, во мне бурлят эмоции, я эти эмоции пытаюсь как бы сдерживать. И поэтому, наверное, на данном этапе я не могу объяснить, что это за чувства. Вот, и может какое-то время я потом более, как бы в более сдержанном виде я могу потом это объяснить. Ну, чтобы разобраться в причине, как бы хочется начать сначала. Вот Ваше назначение, когда Вы сюда пришли. Насколько ожидаемым оно было для Вас? И Вы готовы были к тому, что здесь увидели? Почему приступили? Ну, назначение было, ну, то есть там, я даже помню дни. Это была пятница, кажется, это было пятое число. Состоялся там разговор с городскими властями. И, ну, до понедельника, как бы нужно было, ну, дать ответ. Вот, и я, когда работал в управлении экономикой, я, как бы, видел определенные, ну, то есть финансовые показатели. Вот, ну, в принципе, картину себя приблизительно понимала. И я понимал, что, как бы, есть определенные, ну, как бы, риски, ответственность. Потому что, ну, все, ну, я вам скажу честно, все люди, которые знали ситуацию на предприятии, умные, мудрые люди, меня отговаривали от этого. Но, ну, тогда вопрос стоял очень критический, как бы Вы сами помните тогда, или приватизация, или остановка предприятия, эти митинги. Вот, ну, я сказал, что я готов, но там были, как бы, определенные условия поддержки. И, ну, понятно, потому что, ну, со стороны города, ну, на что он, как бы, согласился. Вот, и с 7-го числа, после обеда, меня здесь представили. Да, я помню, как сейчас, вот Вы говорите, как коллектив, когда меня пришли сюда представлять, то у нас есть начальник смены, Галина Григорьевна, она вот, ну, как бы, знаете, такой стержень в определенном смысле. И она, вот я, как сейчас помню, говорит, а шо цевин такие молодые? Ну, то есть, вот, ну, 8-го числа я уже, как бы, ну, приступил к работе, вот, и, ну, как бы, работал, кажется. Ну, для меня было очень важно, чтобы было первое очередное, это было, чтобы я знал, что предприятие нестабильно работает, ну, были там много вопросов. И второе, то, чтобы, ну, было спокойствие в коллективе. Это, мне кажется, самое главное, ну, на чем нужно было сфокусировать внимание. Вот, ну, по крайней мере, мне так кажется, что вот этих вот, там, 7, практически 8 месяцев, ну, никаких проблем и вопросов и спокойствия. Ну, в коллективе была абсолютно нормальная рабочая атмосфера, которую мы пытались поддерживать, и она была, я думаю, она до сих пор есть. Вот, и это самое главное, потому что до определенного времени у коллектива была нервожность, ну, во-первых, нервозность до этого, и вторая нервозность, потому что назначают, ну, молодого человека, ну, вообще, для чего, там, для кого, ну, с какими целями, ну, то есть, понятно, все с настороженностью это смотрели, ну, я думаю, через 3-4 недели это все улеглось, и мы абсолютно в нормальных рабочих отношениях со всеми работали, и я думаю, что все нормально. Для вас ожидаемо было, что вы именно пойдете вот на такую должность? Вы ожидали когда-либо этого, и что именно вы станете тем человеком, который будет пытаться вывести это предприятие из Казаха? Да или нет? 50 на 50, я не знаю, я не знал, но мне многие, вот, кто, ну, знает всю ситуацию, то есть, все, многие говорили, что именно меня сюда направят, ну, из-за ряда ситуаций, как бы, и даже когда я пришел сюда, и Николай Марьянович Шребневский, вот он здесь сидел, я на противне, он говорит, ну, такая была ситуация, говорит, я был уверен, типа, на 80%, что, типа, такого, что назначат именно тебя на эту должность, вот, но, ну, 50, ну, я как бы, я же говорю, это было буквально там 4-5 дней, когда вот это вот все решалось, потому что, ну, работал, как бы, и там вот все вот это, что вот началось, сессия, там, митинги, ну, вы помните это все, и вот так вот все, как в нашей жизни, спонтанно, непредвиденно происходит. Задачи, какие были поставлены конкретно перед вами, и при каких условиях? Ну, стабилизировать работу предприятия, потому что, вы знаете, в последние годы предприятие всегда было на слуху, вот, и я помню эти прямые эфиры мэра, и когда он с людьми встречался, когда жаловались, что не выплачиваешь, вы помните, я контролировал эти вопросы, что зарплата не выплачивалась по несколько месяцев, то есть, это самый главный вопрос, стабилизировать работу предприятия, вот, увидеть реальную ситуацию на предприятии, ну, то есть, есть ли у него потенциалы, перспективы, вот, и, ну, как бы, думаю, что с первой задачей по поводу стабилизации, ну, можно у коллектива, я думаю, спросить, ну, как бы, мы, я думаю, справились, и потенциал, я буквально через месяц или полтора, когда было расширено аппаратное совещание, когда меня Владимир Николаевич сказал, есть ли потенциал у предприятия, я сказал тогда, да, но есть при одних условиях, при условиях, что, когда приходишь 8 августа на предприятие, на счету 7 тысяч гривен, больше миллиона различных финансовых обязательств, ну, про потенциал очень сложно, ну, говорить и про развитие очень сложно говорить, вот, и условия, естественно, это поддержка со стороны города, да, потому что других вариантов, ну, в принципе, нет, потому что это коммунальное предприятие, коммунальное предприятие, и в первую очередь, кто должен на него обращать внимание, это, ну, городская власть. Задачи конкретно Владимир Новацкий ставил перед... Ну, конечно, да. Условия поддержки вы оговаривали заранее, как какие-то программы, что это будет? Ну, программы не было, потому что сначала было оценить ситуацию на предприятии, первоочередная задача, и сфокусироваться на первоочередных проблемах, вот. Там буквально за месяц нужно было уже сказать, ну, что, какие проблемы, и что нужно первоочередное делать. И мы тогда 20... ну, буквально очень быстро, на 20-х числах октября была сессия, мы подготовили программу «Хлеб южную». Она была, я вам скажу честно, она была сделана поспешно, ну, то есть мы хотели быстро хоть получить какие-то средства из бюджета, потому что, ну, нужно было что-то делать. Ну, то есть мы пытались своими силами делать, но, понятно, нужно было что-то. И мы тогда очень быстро, ну, как бы, сделали эту программу. Ну, вот, сессия её приняла, вот, ну, как бы там из-за каких-то... Ну, там нам выделяли 56 тысяч на расстойки. Это то, на чём завозится хлеб в печь. Это одна из самых болезненных проблем у нашего предприятия. Ну, вы совсем известны из-за проблем с казначейством и других проблем, как бы, эти деньги не дошли до нашего, ну, как бы, предприятия. Вот. Ну, и на этом, как бы, как бы всё. По поводу выполнения программы «Хлеб южную». Что нужно было, что нужно от города, какая поддержка, чтобы предприятие могло выйти из кризиса, из каких-то долговых обязательств? Какая поддержка, вот, вы считаете нужна? Я думаю, я могу об этом открыто сказать, поскольку, смотрите, ситуация складывается как и. Предприятие было загнано, ну, то есть, в очень сложный, ну, практически до тупика. Объективно, да, наш хлеб немножко дороже, там, чем у других производителей. Но я уже, как, ну, как бы, директор предприятия, я знаю, почему. Ну, то есть, есть объективные причины, это объективные, потому что, если у нас хлеб обеденный, это высший сорт, то это высший сорт. Вы можете любого производителя взять и разрезать наполовину, ну, и поставить, вот, два хлеба, обеденный наш и обеденный другого производителя. Вы сразу же увидите цвет муки и других ингредиентов. Это, как бы, долго обсуждаемый вопрос. Следующее. Для того, чтобы предприятие развивалось, нужно повышать его производительность, повышать рынок сбыта, ну, и так далее. Это нужно делать, ну, как бы, и нужно было делать. Но ситуация, я, поверьте мне, я сам ездил по всем точкам, вот, которые начинаются от Черноморского до Одессы. Весь поселок Котовского я практически все точки обходил. Сам, ну, со всеми, ну, как бы, договариваться, подписывать договора и так далее. Но есть проблема. Первое, то, что у нас чуть-чуть цена выше. Второе, это то, что внешний вид, ну, то есть, упаковка, это очень важный фактор. Я вам просто так скажу для интереса, вот, мы интересовались тоже, как бы, поменять упаковку и все остальное. Ну, первое, да, упаковка. Упаковка, упаковочная машина, вот так, чтобы нам подходила, она стоила на, ну, осенью 26 тысяч евро. 26 тысяч евро. Каким способом можно привлечь средства? Ну, в данном случае коммунальное предприятие. Ну, или предприятие, да? Кредит. Кредит сложный вопрос, потому что у нас больше 50% нашего производства это массовые сорта хлеба, где установленная государством рентабельность 5%. Кредиты, ну, в банках, вы знаете, это 25%. Ну, то есть, это утопия. Привлечь частный капитал. Частный капитал мы не можем привлечь. Ну, долгосрочный частный капитал, потому что это коммунальное предприятие. И третий вариант – это поддержка со стороны города. Как бы, по понятным причинам, как бы ее, ну, я уже говорил, каким не было. Каким способом можно еще повысить производительность нашего предприятия? Если проанализировать, я специально смотрел, с 2006 года объемы производства на предприятии всегда падали. С 2006 года. Из-за того, что в городе, ну, появились, ну, другие производители, и была, ну, уже не проводилась протекционистская политика, ну, поддержки собственного производителя. Вот. Поэтому, какая вы говорите, какие очередные меры, они даже не должны быть финансовые, они должны быть, просто должна быть здоровая протекционистская политика, которую можно было бы сделать. Ну, доходит до смешного, я просто, вы можете тоже обратить внимание, у нас, в нашем предприятии, на рынке есть киоск, наш хлебный. И возле нашего хлебного киоска продают с пола хлеб. Ну, это тоже, как бы, ну, и таких вещей очень много, как бы, на которые тоже нужно обращать внимание. Вот. Ну, как бы, не закрывать там дорогу, а просто проверить те документы. Ну, я бы мог бы вам показать, какие документы они там дают на хлеб, ну, те, кто продают и все остальное. Поэтому, первый функт начинать, это здоровая протекционистская политика. И там есть много, так же, других непрямых методов, которые могут поправить состояние предприятия. Их не было в нашем случае? Практически нет. Ну, вы обращали внимание? Нашим властям. Очень часто. А какой ответ? Ну, что это незаконно и все остальное, ну, я говорю, это, и главное, захотеть. Я же, я обратил внимание, что не нужно перекрывать дорогу. Не нужно перекрывать дорогу. Нужно посмотреть. Вот, я говорю, вы просто зайдите, вот, вы можете провести эксперимент, зайдите вот в любой магазин. В магазин, вот там вот, где не южницкий хлеб продается. Вы попросите накладную и сертификат на хлеб. И третье, это машина, которая привозит, водитель должен иметь, ну, пройти медкомиссию, и санпаспорт нам, ну, машина, которая перевозит это все. Я уверен, что в 95 случаях, ну, этого в наших точках нет. Ну, то есть, это просто привести в порядок то, чтобы, а если это приведется в порядок, то их не будет. Вот, потому что это в какой-то степени тоже забота, ну, о своих людях. Мы, ну, то есть, это очень долгий вопрос. Вот у нас тоже так, если вы помните, в прошлом году, в мае, открылась еще одна торговая, ну, супермаркет. Когда меня назначили на должность, то нашего хлеба в этом супермаркете не было. А тогда, когда работал старый супермаркет, я смотрел, что в день там было 600, там, 700 гривен, ну, выручка. Ну, то есть, это тоже серьезные деньги. 8-го числа меня назначили, 15-го я отправил сразу же документы, ну, для того, чтобы, ну, нас включили, ну, тоже в ассортимент. Знаете, когда нас включили? В декабре 2013-го года. То есть, это практически 5 месяцев было. Вот, ну, тоже, как бы, много было вопросов, и, но мы это сами, как бы, уже там самостоятельно. Я самостоятельно договариваюсь, потому что, ну, с такими сетями очень сложно работать, но легче все равно работать с ними, городской властью. Вот. И мы, мы, ну, перед уже Новым годом, наконец-то, заключили договор с ними, и мы начали поставлять. И, кстати, сейчас реализация хлеба в этом магазине, ну, больше, чем было до этого. То есть, раньше было, там, я говорил, 600-700 гривен, то сейчас где-то 800-1000 гривен. Вот. Ну, есть много таких вещей, как бы. Ну, эти моменты вы связываете с нежеланием, как бы, или бездействием в этом плане, в плане протекционистской политики, с тем, чтобы, ну, как, завалить предприятие? Я не думаю, что там было, ну, я не думаю, что это цель завалить предприятие. Ну, понимая определенную психологию, ну, как бы, людей, можно сказать о том, что, ну, вроде бы, на предприятии все тихо, никто ни на что не жалуется, как бы, хлеб производится, ну, то есть, вопросов никаких нет. Это то, что там говорят, ну, то есть, там, кто-то говорит, там, я, там, или еще что-то, там, в личной беседе, ну, пусть и говорит, ну, хлеб по чате, это и добрый. Ну, в принципе, вот так. Ну, мне так кажется. Халатность? Ну, не знаю, как это халатность, но мне так кажется. Мне так кажется. Насколько изменились финансовые доказатели с момента, вот, вашего прихода на предприятие и до сегодняшнего дня? Есть ли улучшения? Ну, я вам так скажу, что, ну, давайте то, что самое интересное. В 2011 год предприятие закончилось с убытком, балансовый убыток, да, минус 65 тысяч гривен, 2012 год убыток минус 222 тысячи гривен, 2013 год мы закончили с прибылью 44 тысячи гривен, с балансовой прибылью 44 тысячи гривен. Но, скажу объективно, ну, это, это капля в море, это капля в море, и за последнее время, ну, то есть ситуация стала хуже, объективно говорю, из-за того, что за последних 3 месяца, 3-4 месяца цена на муку, которую мы покупали, выросла на 22%, ну, и на остальные товары, ну, вы сами прекрасно знаете, выросла. Ну, ну, цены на хлеб остаются все те же, ну, можете, если вы заметили. Но, и по нам очень сильно ударило отключение света, ну, то, что было полтора месяца назад, это, ну, очень серьезные были потери для нас. Но, там мы простаивали очень долго, и плюс мы, для того, чтобы экономить электроэнергию, ну, наши печи электрические, ну, просто вам цифру. Скажу, что мы платим в месяц около 60 тысяч гривен за электроэнергию только, ну, это колоссальная сумма. Ну, вот, и у нас на предприятии в трехзонный учет электроэнергии, ну, то есть, пик, полупик, и когда ночью, ну, то есть, ночное время самыми. И вот приходилось работать, ну, то есть, когда включали свет, да, там, первый день, ну, там, после первого отключения, первый раз включили свет, там, 4 или 5 часов. То есть, это уже в пиковое время, мы сразу же, смена выходила, она должна была в 8 выходить и включать печи в 11, приходила там в 5, и сразу же, ну, включали печи для того, чтобы, ну, мы не знали, когда будет свет, сколько он будет, чтобы нам как можно быстрее выполнить те заказы и обеспечить город хлебом. Вот, это он для нас очень сильно, потому что мы работали в пиковое время, плюс мы потеряли очень много из-за того, что, ну, как бы, мы просто не производили. И, в-третьих, ну, ну, наш, мы приняли решение, хотя в коллективном договоре было написано, что простой, ну, простой производство не по вине работников оплачивается 2 третих от оклада. Мы принципиально приняли решение, что мы будем полностью выплачивать зарплату, потому что на и так низкое на предприятии. И мы, ну, в полном объеме, независимо от того, что люди работали, ну, то есть они были на смене, потому что смена ночью, ну, сидела и ждала, включат свет, включат, потому что мы же сами знали, когда там, не знали, когда включат, когда не включат, там в 12, там в 3, ну, вы же помните, когда переносили постоянно. И поэтому люди находились на работе, неважно от того, что они там производили, не производили, мы решили принципиальное решение, что будем в полной мере выплачивать зарплату. Ну, понятно, это тоже нанесло нам определенный финансовый ущерб, поэтому я вам скажу объективно, ситуация очень-очень тяжелая, если она там на 5% чуть лучше стала за мое время, ну, это может быть хорошо, потому что, я вам скажу, да, ну, мы работали нормально, но вот эти сейчас скачки с мукой и все остальное, это достаточно серьезный вопрос. Вот, и ситуация, как можно сказать, стабильно тяжелая. Эти убытки вы будете пытаться возместить за счет тех, кто виноват, допустим, в отключении, или, ну, как, ну, вы... Ну, это же форс-мажорные обстоятельства. То есть, и город тоже в этом не помогает? Ну, это форс-мажорные обстоятельства, это, во-первых. Ну, а во-вторых, ну, мы там написали, там собирали информацию, сколько, какие убытки у нас. Мы написали, как бы, я не знаю, что там дальше будет. Хорошо. Ситуация с судом, которая была на предприятии, насколько она для вас была неожиданна? Когда стало известно, что, ну, будет смена руководства, 5-го, я вам говорил, 5-го числа, 5-го же числа на предприятие зашла претензия вернуть уже, там, не 300 тысяч, а, там, 396, ну, почти 400 тысяч гривен. Вот. И я, когда вот уже это, 9-го числа увидел эти все, ну, как бы, моменты, ну, как бы, немножко, ну, как бы, немножко начал переживать по этому поводу, потому что я, ну, об этом не знал, как бы, и никто не знал об этом, ну, из городских властей. Вот. То есть, эта ситуация потом только выкрылась. И она достаточно была проблемной и остается проблемной для нашего предприятия. Ну, вам известно, что в первой инстанции в Хрестовом Судуна, то есть, было, мы выиграли данный суд, в апелляционной мы проиграли, ну, как бы, там не полностью, ну, то есть, не всю сумму выплачивать, ну, которая указана в претензии, но нами было подано, ну, заявление, как бы, по поводу касации, это уже высший хозяйственный суд, ну, еще, как бы, не приходило, потому что мы, правда, ну, в конце, в конце прошлого месяца подали, вот. И, ну, как бы, еще распределение не приходило, когда будет суд и что будет, как бы, дальше. Ну, судья будет уже следующий директор. Ну, я думаю, да. Но ситуация, ну, она неоднозначная и сложная, и тоже, как бы, вот она, кстати, это, наверное, самая ситуация, которая больше всего заставила, ну, вот из всех моментов волноваться коллективом. Потому что 300 тысяч, это пол, ну, полмесяца работы нашего предприятия. Вот, это достаточно серьезная сумма, вот, и ее, ну, абсолютно нереально отдать в один день. И, во-вторых, ну, как это все равно, вот, я немножко некоторые вещи тоже не понимаю. Как вы думаете, этот судебное разбирательство, да, вот, с Бойченко, все-таки это было только интересы Бойченко, либо за ним стоял кто-то еще? Есть какие-то, ну, не с вами расчеты? Вот, или это не только Бойченко, а определенные силы? Ну, я вам так скажу, я вам, я вам отвечу вопросом на вопрос. Вы скажите, вы бы, я директор предприятия, вы бы мне просто так бы дали 300 тысяч гривен? Ну, под договор, зная, зная, что, ну, предприятие в сложном положении. Ну, если я директор предприятия, ну, под мои гарантии дали бы мне? Не знаю. Ну, это риторический вопрос, поэтому... Ну, все же, как бы, есть такие подозрения, что это не лично господин Бойченко в единственном лице, а за ним есть определенные какие-то личности стоят еще? Ну, я думаю, этот вопрос лучше задать Андрею Сергеевичу. Ну, вы как думаете? Ну, я вам ответил вопросом на вопрос. Хорошо. Сама ситуация вот передачи такой, вот такой вот, как вы отметили, денег, да, 300 тысяч гривен, она наталкивает на какие-то мысли, вот у вас какие были мысли, для чего это, зачем, если вы работаете с договорами, с поставщиками, с заказчиками, что это за договор? И есть ли у него аналоги, в принципе, вашей деятельности такого договора? Такого аналогового договора, ну, то есть, я вам скажу честно, когда я пришел, первое, что я попросил, договора со всеми контрагентами. Вот, ну, то есть, есть типичный договор, это был отдельный договор, ну, то есть, абсолютно не похожий со всеми, вот, и, ну, то есть, он отдельный, эксклюзивный, и единственный, с кем мы работаем по предоплате, потому что это договор на предоплату был продукции, вот, и когда я пришел, сказал, не надо нам продукции, верните нам деньги туда. Единственное, с кем мы работаем по предоплате, это, ну, миска лекарня, то есть, они платят, там, вот, например, они в октябре заплатили 20 тысяч, и вот им, там, в этом месяце, у них, кажется, еще 6 тысяч осталось, то есть, они, там, на полгода проплачивают. Все остальные, ну, то есть, идет отсрочка платежей, это тоже очень большая проблема для нас, потому что мы платим за муку по 100% предоплате, на много товара тоже мы платим по 100% предоплате, и у нас фактическое поступление средств, ну, идет, там, 10, 15, а может быть, даже 20 дней в некоторых позиции, то есть, очень серьезно идет разрыв в платежах. И это тоже, ну, как бы, создает ситуацию с нехваткой, очень жесткой нехваткой оборотных средств. И вот это вот был второй эксклюзивный договор по поводу предоплаты 300 тысяч, 300 тысяч, это была предоплата за будущие поставки хлебобулочных изделий. Договор общей сложности был на миллион двести. Ну, я думаю, вот я, что вы понимаете, 300 тысяч, это мы там считаем, вот, даже Андрей Сергеевич нам потом, после того, как он первый суд проиграл, он нам принес заявку на 300 тысяч, ну, то есть, вечером 4 часа он принес заявку, чтобы мы выполнили ему эту заявку на утро, ну, на двести девяносто девять тысяч, там, девятьсот, в общем-то, гривен. Мы посчитали, то это там около 60, на тот момент было около 60, 60 тонн хлеба. Это, вот, мы производим, ну, там, в районе трёх тонн, да, это город Южный 300, 30 тысяч. Вот вы умножите на двадцать, это 600 тысяч, ну, то есть, населения. Ну, это нам принесли эту заявку. А дальше делайте выводы сами. Ну, хорошо, тогда в чём смысл вот этого, если, в принципе, такие заявки, да, вот, как, ну, можно в анекдотах рассказывать такие истории? Не, ну, смысл, здесь был юридический смысл для того, чтобы дальше сказать в судебном, ну, в суде, что вот мы не выполняем заявки. Ну, как их можно выполнить, если у нас, ну, проектная мощность, ну, как бы, по, ну, по техпаспорту 7 тонн в сутки при двухсменной работе. Вот, а тут 60 тонн, не за сутки, ну, практически за 12 часов. Ну, как вы думаете, для чего нужен был этот договор, и что он, ну, для чего, если, по сути, поставок не было, что он означал для предприятия? Ну, сложный вопрос, ну, я же не могу говорить, ну... Ну, ваше мнение? Ну, это, это не очень однозначно, но вы можете провести отдельное служебное расследование, журналистское расследование, где там очень много будет чего видно. Но у вас есть свое мнение об этом? Ну, наверное, есть. Ну, вы можете его озвучить? Ну, я вам ещё раз говорю, подумайте. Договор был подписан 28 декабря 2011 года. 28 декабря 2011 года. Что в это время больше всего обговаривалось по поводу пекарни? Ну, там были свои моменты. Приватизация. Да. Каким образом? Тогда, вы помните, было коллективом. Ну, что-то там, я не знаю, что там дальше происходило. Вот. Но очень странно, что... Всё равно, это очень странно, что практически в 2011, август 2013, ни одной поставки, меняется директор, и тут же приходят претензии. Ну, выводы можно делать. Ну, то есть, это попытка завладеть частью предприятия? Я не могу так сказать. Ну, я не могу так сказать, но... Ну, как бы, я не могу... Это неоднозначный ответ. Но, поверьте мне, что вот те люди, которые в этом замешаны, я думаю, вот и правильно говорите, что это просто какая-то, наверное, может быть, была большая игра, вот, но... Которая не влипли. Вот так я думаю. Я думаю, что так. Вот это очень такой, как бы, сложный и неоднозначный ответ. Я, поскольку я не уверен, я не могу говорить, ну, как бы, все свои мысли. Вот. Это... Я просто говорю факты. Просто факты, на которых можно сделать свои предположения, которые вы можете, и зрители могут сделать свои предположения. Вот. Других, как бы, выводов, как бы, я не могу озвучить, потому что это будет неправильно. Хорошо. Почему вы приняли решение для себя уйти с должности директора коммунального предприятия Южнинска-Полинейца? Это из-за трудностей каких-то сложившихся или с чем это связано? Самое... По поводу трудностей. Самая большая трудность была, это сентябрь месяц. Сентябрь месяц, но в финансовом плане, потому что... Ну, там, кто работает на предприятиях, знает, но я не буду долго объяснять. Это самый был сложный месяц. Второй самый сложный месяц был февраль. Вопрос по поводу моего ухода я ставил. Ну, то есть, я говорил, что, ну, если там определенная политика не изменится, я, ну, как бы, молчать не буду. И, ну, то есть, самое сложное, самое сложное, то есть, спад, ну, то есть, после лета, зима. Ну, мы прошли, вот, уже весна и, ну, как бы, уже лето, ну, то есть, для предприятия это будет легче. То есть, основная, ну, как бы, причина моего ухода это, может, это эмоционально, но это обратить внимание, еще раз обратить внимание городских властей, общественности, ну, города на данное предприятие. Поскольку город, ну, город, громада хочет, чтобы в городе был, ну, свой хлеб-завод, ну, это, в принципе, объективно, и мы это видели, что это одна из актуальных тем, ну, среди наших горожан. Нас электросети продали, которые, может быть, больше люди зависят от них, но оно более спокойно прошло, чем ситуация с городской пекарней. Поскольку эта тема достаточно, ну, как бы, актуальная, это для того, чтобы обратить внимание, еще раз, города и городской громады на данное предприятие. Потому, потому что у предприятия, у любого предприятия есть две, две причины работы. Это объективное и субъективное у любого предприятия, неважно того, коммунальное это, частное или государственное. Объективная причина – это обеспечивать теми товарами и услугами население, которое, ну, необходимо. С данной причиной и целью предприятие справляется, оно обеспечивает город хлебом, ну, и ближайшие населенные пункты. Вторая – это субъективная цель работы предприятия. Ну, в первую очередь, да, для частных это получение прибыли, ну, для коммунальных тоже получение прибыли, развитие, повышение заработной платы, социальных гарантий работников. Вот, со второй – очень-очень сложные проблемы, очень большие проблемы, потому что зарплаты достаточно, ну, как бы низкие. И мы говорили, что, ну, предприятие было загнано на ухо. И без сторонней поддержки, ну, то есть в данном случае из-за того, что это коммунальное предприятие, ну, выйти из ситуации и повышать стандарты, стандарты социальные, выплаты, заработных плат, без поддержки, сторонней поддержки в данном случае этого города невозможно. Потому что мы не частные. Я еще раз говорю о том, что привлечение кредитов – это не наш вариант. Вот, ну, что бы кто-то мне говорил, потому что у нас не та норма рентабельности на нашем производстве, чтобы выплачивать даже проценты по кредитам. Привлечь частный капитал, новосрочный, мы не можем. То есть третий вариант – это привлечение, ну, поддержки, то, кому мы принадлежим. То есть мы принадлежим городской громаде в лице Южненского городского совета. Вот, и это то, чтобы еще раз обратить внимание, я думаю, после этого окончательно обратят внимание на данные предприятия, потому что предприятие должно развиваться. Понимаете, ну, неинтересно, ну, мне лично, да, хотя я и молодой, но мне неинтересно быть там директором, ради того, чтобы называться директором. Мне интересно, чтобы были импульсы к развитию, импульсы к развитию. Да, можно там выкручиваться, ну, так стабильно, как у нас сейчас привыкли сейчас говорить на слово стабильность, стабильно работать. Но, поверьте мне, люди, которые работают в цеху, это, ну, это в какой-то степени герои, и им нужно, ну, то есть любым способом поощрять, и чтобы люди себя чувствовали, ну, как бы, то, что их труд полностью оплачивается. Вот, в данном случае без внешней поддержки, а я уже сказал, кто должен поддерживать, это невозможно. Я объяснил, почему. Я думаю, что это объективные причины. А вы не думаете, что как раз после вашего ухода вполне возможно будет, что абсолютно не будет поддержки и будет приватизировано, да, да, дано предприятие на приватизацию? Я не буду, я не думаю, что оно будет приватизировано. Я не думаю. Ну, вот, поддержка, опять же, нашего исполкома, она же, как горсовета, она же не определяется тем, кто будет, какой директор будет на этом месте. Я же еще раз говорил, я хочу обратить внимание. Я просто хочу обратить внимание города, и городской власти, и городской общественности к проблемам предприятия. Еще раз. Потому что... Своим уходом. Конечно. Ну, других вариантов нет. Поверьте мне, я любые возможные варианты, которые могли быть, ну, все использую. Ну... Ну, я сказал, что я принял решение. То есть у вас вариантов вернуться обратно нет? Ну, это сложный вопрос. Ну, есть определенные условия, снова же, но, поверьте мне, если не будет, как это сказать, сфокусировано внимание города, ничего не будет. Ну, вы не ставите, допустим, такой момент, что вот у меня есть условия, если город поддерживает вот это, то я как бы вернусь. И если нет, то как бы я не... Ну, я не хочу, ну, это неправильно, ставить какие-то условия, торговаться, и... Вот. Я вам сейчас скажу, я же не ухожу там, все. Вы правильно заметили, что я там, вот я сегодня последний день работаю, но там документы есть, я... Ну, как бы придет там новый директор, как бы я же сказал, что я буду помогать, ну, ничего, ну, то есть какой-то там сложность. Ну, то есть на первых этапах это не так, как у меня было. Пришел и, ну, как бы за что хвататься. Вот, то есть все будет плавно, перейдет, ну, как бы пройдет, я думаю, и я думаю, что все-таки еще раз, ну, как бы тот, кто нужен, обратит внимание на проблему данного предприятия. Ну, вам не угрожали, не заставляли вас отсюда уходить? Никто меня не угрожал, никто меня не угрожал, не заставлял, все в мир на тихо. Может, вы просто испугались трудностей? Ну, это сложный вопрос, но... Я, кажется, вам объясню, как бы я, если бы я ушел через месяц после назначения, это было бы да. Но я вам еще раз говорю, у любого сотрудника, мы прошли самый сложный период, то есть это зимний, ну, когда спад, спад объем производства, ну, везде спад. И мы, мы его прошли. И ни, ни единой, ну, то есть по выплатам, если вы обратите внимание, ну, то есть по выплатам, по налогам, ну, все, все фонды мы платили все вовремя. Ну, нигде не было никаких задержек, хотя, вот, по прошлому году я там смотрел, у нас, ну, до 19 тысяч гривен были лажные штрафные, ну, это не применение, штрафные санкции, ну, по поводу не вовремя выплаты налогов там и так далее. Ну, когда, когда я начал работать, мы все платежи платили вовремя, ну, и в зимний период, хотя, вот, как раз февраль месяц, это самый сложный был период, ну, по поводу выплат вовремя, потому что сам по себе месяц короткий, вот. Вот, и вам любой директор предприятия, особенно коммунального, скажет, что у него самый сложный месяц в году, это февраль. Опыт, который вы получили здесь с работы директором пекарни нашей Южнинской, можете ли сравнить с каким-то опытом своей жизни и что он для вас значит теперь? Нет, опыт колоссальный, однозначно очень колоссальный. С периодом жизни, вот, 4 года назад у меня была очень похожая ситуация, очень похожая ситуация, ну, когда тоже меня некоторые люди не понимали, почему я, ну, я там участвовал в одних выборах, там была очень критическая ситуация, там был вопрос или существования организации, ну, если я выигрываю, то я понимаю, что, ну, организации не дадут, то есть, 2 месяца максимум существования, или я отказываюсь, ну, и там, может быть, что-то изменится. Вот, ну, как бы сказать, какие-то похожие чувства просто, и это было вот ровно 4 года назад. Ну, а опыт, естественно, очень колоссальный, и новое, ну, как бы общение с людьми, и, ну, во-первых, то, что это, я вам еще раз говорю, в моральном плане очень сложно руководить людьми, которые, там, ну, которые, там, тебе в 2, практически, там, в 3 раза старше, ну, а так, нормально. Дальше какие планы? Вы уходите куда-то конкретно, на какую-то работу? Я вам скажу, принципиально, принципиально, ну, то есть, активным, ну, то есть, там, активным поиском работы я не занимался, потому что, скажу честно, если человек начинает мыслить, ну, уже о другой работе, он забросит, ну, эту работу. Ну, там, да, есть, ну, некоторые варианты, но я еще и не думаю, будут эти варианты дальше или нет, это раз, ну, посмотрим. Это очень такой, как бы, сложный, неоднозначный вопрос, о котором я, честно говоря, серьезно, серьезно я о нем не думал, потому что нужно закончить, ну, бы, и здесь, а дальше мы уже посмотрим. Вы с полком собираетесь возвращаться? Поступали данные предложения, но я от них отказался. Почему? Потому что в данной системе я не думаю, что я могу, я могу быть полезен в городской громаде. Ну, это может быть пафосно звучит, но городским, ну, то есть, город, ну, чиновникам платят зарплаты, ну, вот, люди, которые работают на пекарне, увы, ну, то есть, со своих, со своих налогов. И, ну, понимая, что, ну, люди тебе платят, а ты, ну, чем-то я могу, в данном, вот, я просто в данной ситуации, я не думаю, что, ну, как бы, в моральном плане очень сложно мне понимать, что ты можно, можно просто отсиживать, перекладывать бумагу на бумагу, ну, то есть, бумажки, вот, а результата никаких не будет. И поэтому я думаю, что на данном этапе, как бы, не, не, я не думаю, что я там могу кому-то, кому-то помочь, и поэтому я решил, что я туда, ну, на данном этапе возвращаться не буду. До того, как вы работали здесь, в пекарне вы работали, ну, можно сказать, во власти нашей, да? Да, теперь, вот, на сегодняшний день ваше мнение изменилось об устройстве местной власти, возможно, нашей городской структуры управления. Поменялось ли? Естественно. Ну, поменялось, естественно. И я советую, ну, всё равно правильно говорил Владимир Николаевич Новацкий, что это не было, в плане того, что нужно почувствовать, как зарабатываются деньги, ну, вот, именно на предприятии, потому что чиновники, ну, есть же чиновники, которые всю жизнь проработали чиновниками, и когда какие-то задачи ставятся или вещи, если он, ну, то есть, он не был по эту сторону баррикад, ну, это очень сложно понять, это очень сложно понять, поэтому, понятно, моё мнение изменилось, потому что, ну, как бы, я никогда не был руководителем, ну, предприятия, я был по ту, ну, по ту сторону баррикад, я побывал по эту сторону баррикад, и поэтому моё мнение, ну, определённое, практически кардинально поменялось, очень кардинально поменялось. С Новацким у вас испортились отношения? Ну, не такие, как раньше. Ну, хуже стали? Ну, не такие, как раньше. А вы были здесь, как кризис-менеджер, кризисный менеджер, итоги своей деятельности можете подвести? Ну, как бы, чем вы гордитесь тем, что вы здесь сделали, или можете говорить, что вы смогли это сделать? Я вам ещё раз говорю, что самое главное, это, ну, это не то, что, это, во-первых, это нужно у людей спрашивать, у работников, это раз. И самое главное, это то, чтобы, ну, предприятие, ну, стабильно работало, что знали, что в четверг привезут сырью, что мука будет, что никто не будет бегать, не будет переживать за зарплату. Ну, я считаю, что это самое главное, ну, то, что должно быть на предприятии и то, что было. Но в будущее вы видите в это предприятие? Я вам сказал, при одном условии, если на него обратят внимание, ну, на него, ну, оно может, оно может, ну, день, ну, знаете, как человек, который не развивается, ну, то есть, прошёл день, ну, и хорошо, вот, но это неправильно. Предприятие должно развиваться, тем более такое, которое, ну, как бы, важное для города, поэтому на него должны обратить внимание. Других вариантов нет.